Иногда при работе на фигматитовых, кварцевых жилах приходится работать перфоратором. Я вчера мне задали вопрос, а какими бурами лучше пользоваться? То что знаю расскажу. Конечно, если вы решили жилу в лоб взять, вот такой вот пигматит долбасить, кроме как перфоратором или взрывчаткой у вас ничем и не получится. Трудно. Поэтому у меня случилось так, что я взял перфоратор, и не буду рекламировать эту фирму, но тем не менее, то что есть, то и расскажу. Другими не пользовался, а Бошевская. У меня появился 10 лет назад Бош 746. Ну это хорошая штука. Там линейка Бошевских перфораторов идет, но это из них самый такой сильный. Дальше идет уже чисто отбойник. Вот этот 746 он одновременно тяжеловатый, конечно, но зато мощь какая. У него два режима. Первый режим перфорации, а второй это режим отбойника. Тот и другой вот на жилье я использовал. Сила удара у него подричная. 15 джоулей за счет эффекта там турбо. В общем, какими бурами я пользуюсь. Да, сразу еще скажу, конечно, чтобы электричество на него подать нужен генератор. А в лесу где найдешь? Ну вот, пришлось приобрести бензогенератор. Здесь темно, не знаю, будет видно, нет. Вот тоже 10 лет назад, значит, к перфоратору вот такой вот генератор немецкий взял Эндрес. Выбор был раньше меньше, это сейчас большой. Удивительная штука. Тоже работает хорошо. Пришлось выбирать генератор от мощности. Если мощность перфоратора у нас, сколько она у него? 1350, по-моему, ватт. То генератор, конечно, с запасом надо взять из-за того, что пусковой ток на перфораторе большой и чтоб ровненько работал. Но кто его знает, какую еще нагрузку в будущем можно будет прицепить. Может какая-то еще реактивная будет. Поэтому с запасом взял. Номинальная мощность вот этого генератора 2, если память не изменяет, 2,2 или 2,3 киловатта. То есть хороший запас прочности. Движок здесь стоит хондовский. Проверен. 10 лет пашет. Все нормально. Единственное, что, конечно, на УАЗе я немножко упал, как говорят, в лесу. И вот эти демпферные резиновые подушки, которые держали двигатель, они все срезались. Нужно будет новое поставить. И вот у меня еще такая вот тележка на резиновом ходу есть. И вот когда с ГЕМом мы в лесу, там, где к жиле не проедешь, в эту тележечку ставили бензогенератор, перфоратор. И везли вот на этой телеге. На резиновом ходу вообще прекрасно все ездит. Не на тачке, а на какой-нибудь железными колесами. Ну-ка попробуем. Видите, не обслужил его осенью. И все. Так. Режим перфорации. Вставили. Так. Неудобно в одной руке держать. Камера, а в другой. Ну, как-то так. Когда жил целый пагматитовый берешь, конечно, так не колется. Все гораздо сложнее, какими бурами пользоваться. Но вот это бур где-то на 12 миллиметров. Я считаю, что нормально. И вот такой вот длинный. Такой вот. Какой? Ну, вот рабочая часть где-то около 50-45 миллиметров. Самое то, если вы решили, если вы решили делать несколько отверстий по прямой, а потом скалывать, то вот такими тонкими бурами длинными можно быстро работать и быстро скалывать грунт. Ну, какой пигматит. Какой красавец. Смотрите-ка. Ну, что значит телефонка. Адуй. Вот такие вот буры для этих целей работы в жилах. Диаметром, это сколько у нас? 20. 20 больше брать не стоит уже. 20 и то многовато. Все равно больше диаметра, значит работа идет медленнее. Другое дело, если вы под клиния себя делаете отверстия, ну, тогда другое дело, если клиния под этот диаметр рассчитаны. И длинные тоже не стоит брать. Особенно тонкие. Если тонкие и длинные берете, то будьте готовы к тому, что фигматитов или кварцевые жили вы много сломаете. Так, а это сколько же? Сколько же, сколько же? Ну, где-то 65. Это уже, я считаю, много. Смотря для каких целей, опять же. Был у меня борт тонкий-длинный. Его я использовал для разведки. То есть буришь, буришь, буришь. Если этот борт проварится в пустоту, то есть вероятность того, что вы попали в занорыш, значит в эту сторону нужно работать. Поэтому смотря для каких целей. Ну, это борт для ТАК, для дома, для семьи. 10 миллиметров. Это не СДС, Макс. Есть, конечно, переходники. Если вы хотите вставить в перфоратор, где крепление СДС Макс, то вам придется взять такой переходник. Ставить сначала сюда. Сюда, а потом уже туда. Но считайте, что это уже лишняя возня, во-первых. Во-вторых, ну не такая надежность. Болтаться будет. Итого резюме, значит, по бурам больше 20, даже и 20, наверное. Если нет необходимости, то не нужно брать. Где-то с 12 до 18, наверное, бурые. А длина... Длина... Ну, сантиметров 20-30, в зависимости тоже от задачи. Как я сказал, в этом перфораторе 746 есть еще режим отбойника. Это весьма полезная штука. Здорово она пригодилась. Видите, даже пика вот эта уже давно-давно-давно затупилась, и несколько раз точилась, и оттягивалась, и что только не делали с ней. Так... Вот, вставили. Переводим в режим отбойника. Вот этот режим здесь. Чик. Не потрудно что-нибудь показать. Ой! Тяжелат. Весьма, весьма хорошая штука. Ай! Какой пигматит! Вот пика, она пригодится. А вот плоская пика, а вот такая вот, нет. Потому что она, ну, застревает. Когда работа, она застревает, и потом трудно ее вытаскивать. Зато, вот такая фишка, не знаю как она называется, но великолепно себя ведет. Вот, где-то, если сможешь подлезть, засунешь ее, и она начинает сама там выгребать, скалывать. Хорошая штука. Если будете пользоваться, то ищите такую же. Еще немного о коронках. Вот с креплением тоже SDS Max я ставил коронки. Пробал работать на пигматитовой жиле. Не нужно. Не нужно этого сделать. Коронки довольно дорогие. Жила пигматитовая неоднородная. Поэтому один зуб попадет в одну твердость, плотность. Другой зуб в другую. И видите, что просто твердый сплав вырывает и все. Поэтому не советую. Хоть большая, хоть маленькая. Коронки я использовал. Дома две розетки сделал, проштробил. Для этого они еще годятся, а до работы бежили это. Не то для них. Хоть большая. Коронка большого диаметра, хоть маленькая. Советую не брать. Ну и естественно смазка потребуется. Не знаю какая это. Литол наверное. Может с этим. Да без разницы. Ну и обслуживать не забывайте. Все. Ну и провод нужен конечно от генератора к перфоратору. Какой длины это зависит от того. Я как-то на уазике не мог подъехать к жиле. Сколько же я тогда два терючка раскатал. Порядка 50 метров. Спокойно работал. Вот еще такой причиндал. Можно, но так дома простробить что-нибудь по штукатурке. Видите площадь у него соприкосновение большая. Поэтому твердый материал трудно откалывать. Лучше не надо его. Деньги тратить. Какие лучше буры? А четырех вот этих вот перьев или два пера. Да нет большой разницы. Конечно а четырех вроде бы лучше. Но эти опять же дешевле. Но я в свое время брал большим оптом. Поэтому они вышли. Брал. Какая же фирма-то там была. А, Матрикс брал. Фирму Матрикс. Оптом взял. Поэтому вышли подешевле. И все они были. Вот это. Это все Матрикс. Хотя в принципе Ермак сейчас неплохой. И прочее. Для этого нужно делать следующее. Вдох. Балей. Так что. Балей.